Хотя не их, а вот знаете, одну новость, которая там, Радмир РП, вот как раз таки с этими, вот знаете, стрелочками, со всеми прочими вещами. Такой интерьер-то я в самом деле не понимаю, разумеется. Я надеюсь, что шрифтом это Американ Каптейн, по-моему, или вроде, то он, в общем-то, что-то похоже. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризоны РП. Вся дополнительная информация в описании. Офигеть. Это второй ролик меньше, чем за неделю по Адванс Ролеплей. То есть, понимаете, Адванс Ролеплей, они, знаете, прям мега продуктивные. Они, видимо, начали брать пример с меня, вот как я делаю ролики, там, знаете, каждый день. Ну, разумеется, иногда не в 20.00, иногда бывает в 20.00, иногда бывает, там, я не знаю, в час дня могу выпустить. Иногда еще в какие-то вот эти вот, знаете, все моменты могу выпустить, свои вот эти вот видеоролики, чтобы все знали вообще, что можно посмотреть. И вообще все вот эти вот прочие вещи. Именно поэтому сегодня мы опять обсуждаем Адванс Ролеплей. Разумеется, сейчас вещь не особо такая вот значимая, как было, допустим, в ситуации с лаунчером. Потому что лаунчер, это, знаете, такой вот шаг куда-то вот прям вдаль. Вот ты просто стоял такой, думал, шагнуть, не шагнуть, шагнуть, не шагнуть, что вообще сделать. И шагнул. Вот это был лаунчер Адванс Ролеплей. А сейчас, разумеется, уже, так знаете, остались новости по мелочи. И сегодня мы их обсудим. Хотя не их, а вот, знаете, одну новость, которая там была. И сделаем вот эти вот все вещи. Адванс Ролеплей обновили процесс регистрации. Теперь он происходит в новом интерьере с обновленными интерфейсами. И если присмотреться на скриншот, который вообще выложил LiveSamp, то можно будет понять, что Адванс Ролеплей, он, знаете, утратил свой некий такой, знаете, стиль. То есть, когда ты заходишь, и там окно выбора скина, то есть, там вот эти вот все стрелочки, все прочее. Сейчас это больше похоже на проект. Я не помню, как он назывался. То ли Биг Ворл, то ли вот нечто подобное. Потом его еще перекупили, и сейчас это вроде как... То есть, сейчас это, так знаете, более или менее похоже на Редмир РП. Вот как раз таки с этими, вот, знаете, стрелочками, со всеми прочими вещами. Не сказать, что это плохо, потому что, ну, знаете, минимализм, все вот эти вот прочие вещи. Но интерьер, в котором создается сервер, ну, это ж типа, ну, какой-то, блядь, то ли концертный зал, то ли еще что-то. То есть, до этого хотя бы было, ну, так знаете, похоже на какой-то паспортный стол, или там, знаете, на отдел миграции, на прочие вещи. Сейчас это просто какой-то, я там не знаю, я че, блядь, за рокеры какого-то играю, или что? Почему такой интерьер-то я, в самом деле, не понимаю, разумеется. Я надеюсь, что интерьер еще поменят, но если это конечный вариант, то это пиздец. Это прям, знаете, это, это вообще невозможно, потому что вот это, знаете, буквы ADVANCE. То есть, ну, это как будто бы какой-то, блядь, школьник, долбоеб, одноглазый, сидел в пейнте, только начал изучать, вот, я не знаю, фотошоп, все прочее, возможно, иллюстратор какой-то, вот, не, нечто подобное. И вот наклепал вот эту вот всю хуйню, надрочил там вот этим вот всем шрифтом. Это American Captain, по-моему, или вроде, то он, в общем-то, что-то похожее. Может быть, импакт-шрифт, я не знаю, но это просто ж какой-то пиздец, прям такой, знаете, ярый, потому что, ну, ну, это, это вообще ебануться. Причем тут вот этот вот концертный зал, вот эти все прочие вещи. Причем у чела, вот у бомжа, вот у этого есть чемодан, что явно указывает нам на то, что это какой-то такой, знаете, приезжий человек, который вот только остановился где-то вот в этом вот штате и собирается там, знаете, начать свою новую жизнь для того, чтобы покорять все эти вершины. И тут он, блядь, в каком-то концертном зале. Зачем, нахуя, непонятно, я его понял, если бы сервер назывался не Advance Roleplay, а, допустим, какой-нибудь, ну, Rockstar Roleplay. Вот это да, вот тут я понимаю, там, знаете, концертный зал, вот эти вот все рокерские фестивали, вот эти вот все, знаете, байкерские клубы, в которых везде граффити, все прочие вещи, и посередине вот эта вот надпись Advance. Но в целом, я прям вот, я не знаю, это же вообще пиздецовская какая-то непонятная хуйня. То есть, если лаунчер выглядел еще более-менее нормально, то вот окно регистрации, это просто какой-то ебаный позор, я надеюсь, его еще не ввели на Advance Roleplay, я надеюсь, что это какой-то такой, знаете, ну, ну, я не знаю, это промежуточный какой-то этап, может быть, какая-то наработка, может быть, нечто подобное, потому что если вот эту хуйню ввели, то это пиздец. То есть, лаунчер-то может быть неплохой, но вот эта вот хуйня, это просто, это вообще, это что-то, блядь, это что-то невероятное, это что-то вообще ебейшее какое-то, ебанутое. Блядь, ты смотришь и думаешь, господи, блядь, нахуя, нахуя, блядь. Но в целом, то есть, все вот эти вот, знаете, преобразования Advance Roleplay, они говорят нам о том, что вроде как Advance Roleplay и Андрей Ринга и все прочие вот эти вот люди, связанные с Advance Roleplay, то что они переходят на какой-то такой, знаете, новый уровень, возможно, идут на повышение некое. Вот этот вот лаунчер, вот эти вот обновления, вот эти вот все прочие вещи, они говорят о том, что Advance Roleplay, он, по крайней мере, хочет куда-то расти, он старается вырасти, он старается, вот знаете, сделать прочие вещи, но, видимо, ему что-то мешает, видимо, он не может, видимо, какая-то, знаете, или то ли ограниченность Андрея Ринга в плане обновлений, она вот ведет вот ко всей этой залупе, ко всей этой хуйне. Опять-таки проявляется его вот эта вот графомания с желанием что-то сделать, что-то сделать, но по итогу вот делается вот это вот говно по типу Рукенролльского, блядь, фестиваля, где чал стоит и такой, типа, что это, микрофон и какие-то, вот надпись Advance, я до сих пор на него смотрю, я до сих пор думаю, блядь, почему все так сделано хуёво, и я не понимаю, в комментариях даже пишут, знаете, Аризона и то лучше сделает, бля, ну, как бы, пиздец, ну, то есть, ну, ладно, не будем обращать внимание на комментарии, опять-же, тут можно будет на полчаса разговаривать, обсуждая то, что пишут все эти долбоёбы из лайфсампа, но, с другой стороны, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, я играл на проекте Аризона, роли Плей Феникс, айпи, а также мой никнейм Данте Коннор, а также мой промокод NoToxic54, а также все мои прочие вещи, по типу ссылочки на телеграм-канал, по типу, там, я не знаю, ссылочки на инстаграм, по типу ссылочки на все прочие вещи, все это находится в описании данного видеоролика, всем спасибо за просмотр, всем до свидания и всем, возможно, пока... да... Субтитры сделал DimaTorzok